Спасибо, Татьяна Викторовна. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые участники. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Давайте сначала проверим связь, как вы меня слышите, видите. И нажмите, пожалуйста, на огонек внизу, если все хорошо, связь нас не подводит. Отлично, замечательно. Так, меня плохо слышно, да? Слышу комментарии. Так, отлично, все хорошо, прекрасно, спасибо огромное. Напишите, пожалуйста, из каких вы населенных пунктов, то по профессии. Спасибо большое, отлично, замечательно, тогда можем продолжать. Сегодня мы с вами будем разговаривать о мозаике, актуализируем знания, каким образом мы можем использовать мозаику в своей работе. Информация, которая будет представлена мною, будет полезна специалистам дошкольных образовательных учреждений, также родителям. Меня зовут Журова Инна Александровна, я учитель-логопед, олигофрена-педагог, нейропсихолог, высшая категория. Спасибо огромное. И все родители хотят видеть здоровыми и образованными своих детей. Чтобы ребенок вырос гармонически развитой личностью, необходимо приложить достаточно усилий для его воспитания, развития. И в этом, учитывая специфику детского образа, во многом помогают дидактические игры. Среди огромного многообразия существующих в настоящее время развивающих игр, игрушек, хочется обратить особое внимание на достаточно простую, знакомую всем с детства. И в то же время очень полезную игру – это мозаика. Современных детей сейчас тяжело чем-то удивить или заинтересовать, но есть игрушки, которые, пожалуй, все же могут заставить ребенка включить смекалку и на долгое время отвлечь от хулиганства, пакостей. И детские мозаики – это одни из них. Детская мозаика – это настольная игра, которая, вспоминаем, состоит из разноцветных деталей, фишек и основания игрового поля, сетки, куда следует прикрепить эти детали для получения определенной картинки, используя лишь свои воображения и фантазию. Мозаика – это чуть ли не первая настольная игра для малышей, во время которой у ребенка, ребенок уже с первого года жизни развивает свои внутренние качества. Мозаика – это оригинальная, увлекательная, развивающая игра для детей всех возрастов, совмещающая в себе элементы конструктора, настольные игры, головоломки и набора для творчества. С ее помощью можно выкладывать разнообразные узоры и даже создавать целые картины. Ребенок, который умеет правильно складывать фишки и составляет самые простейшие узоры, кажется, не делает ничего необычного. Но на самом-то деле все не так просто. Во время прикладывания мелких частей мозаики, ребенок совершает настолько разные действия, от рассматривания картинки в инструкции до сопоставления деталей по форме, цвету и выкладывания их на поверхности. Что игру с мозаикой в конечном итоге, на самом деле никак нельзя назвать простым убиванием времени, как некоторые считали. Роль мозаики в развитии ребенка сложно переоценить, однако не каждый взрослый понимает значимость для ребенка, на первый взгляд, такой простой игрушки. Многие считают, что это совсем не сложно. Зная себе, например, сиди, да и втыкай вот эти вот все фишечки. Часто приходится слышать жалобы родителей, что ребенок быстро теряет интерес к мозаике. Вот он уже настроился дорожек, окошек, всяких заборчиков, а собирать узоры по схемам, которые прилагаются к набору, он еще не готов. Поэтому еще немного поразбрасывал мозаику по комнате и все, игрушка забыта. И на первый взгляд, игра с мозаикой кажется пустым занятием, которое помогает убивать время, но это далеко не так. За внешней простотой и доступностью скрывается сложная, тонкая, многогранная деятельность, которая помогает развивать ребенка. Игры с мозаикой развивают логическое и абстрактное мышление, концентрацию внимания, познавательную активность, конструктивные способности, что это умение действовать по схеме, по образцу. Математические способности тоже сюда же, это и счет, это и пространственная ориентировка, развивают мелкую моторику, художественный вкус. Творческие способности, волевые качества личности, целеустремленность, усидчивость и тому подобное. Кроме того, за счет мозаики ребенок знакомится с цветами и формами. И также еще благодаря мозаике идет формирование навыков осознанной деятельности. Складывание мозаики принципиально отличается от рисования. Если с карандашом в руке ребенок мыслит почти молниеносно, и образ на холсте, тот же рисунок домика, солнышко, человечка, цветка в альбоме, создается спонтанно, то при работе с мозаикой создание изображения требует удержания внимания на более длительный срок. И сам рисунок может претерпевать некоторые изменения и в итоге быть несколько иным даже, чем в инструкции. В целом, конечно же, да, это и есть рисование, но рисование точечное, то есть что фишками по точкам. И от разнообразия различных видов мозаика, на самом деле, разбегаются глаза, приходишь в магазин, наряду с привычными нам мозаиками на ножке в витринах магазинов можно увидеть подчас даже самые экзотические и неожиданные решения. Напольная мозаика, она отличается, с левой стороны она есть, она отличается относительно большим размером, деталей от 6 до 8 сантиметров и отсутствует поле для сборки. Рисунки и орнаменты дети могут создавать прямо на полу. Этот вариант можно предложить уже самым маленьким деткам в возрасте от 1 до 2 лет. И элементы такой мозаики легко крепятся друг с другом посредством специальных вот таких выступов и углублений. Окрашены они в насыщенные основные цвета, красный, синий, желтый, зеленый. Играя с напольной мозаикой, ребенок сможет сформировать эталоны цвета, потренировать подвижность пальцев. Особый интерес для малышей раннего возраста обычно представляет собой способ соединения деталей и получения целого из частей, а также изучение цвета и формы фигурок. Классическая мозаика на ножке, это разноцветные элементы, имеются, и здесь уже гораздо меньше размера по сравнению с напольной мозаикой. Крепятся они уже на специальном поле с множеством отверстий. И этот вид подойдет для ребят в возрасте 3-4 лет. Играя с таким набором, дети будут раз за разом придумывать новые сюжеты, фантазировать, творить. Термо-мозаика тоже продается. Очень интересная игра, детям нравится. Появилась у нас она, правда, относительно недавно. Прелесть такой мозаики в том, что из нее можно сделать оригинальные дизайнерские украшения и подарки для друзей. После сборки рисунка его необходимо прогладить утюгом через термобумагу. И стильный узор готов. Конечно же, да, здесь не обойтись без помощи взрослого человека. Ну, если в семье, то родители. Но включенность в процесс творчества будет лишь дополнительным позитивным фактором, который будет способствовать гармонизации отношений в семье. Термомозаика содержит достаточно мелкие детали, бусинки. Поэтому лучше всего не предлагать, конечно же, ее малышам. А вот детям 4-5 лет игра доставит массу удовольствия и подарит уверенность в своих силах. Есть еще мозаика из мягких полимеров. Это уже не мозаика в традиционном, конечно же, понимании. Скорее получается такой некий симбиоз мозаики и конструктора. И прелесть такой игры, то, что собирать картинку можно даже в ванной. С легкостью приклеивая смоченные в воде детали к кафельной плитке. Либо, если в образовательном учреждении, тогда в емкости с водой тоже как вариант можно. Детям, во-первых, нравится с водой играть. Мы тогда, сочетая этих два вида деятельности, как раз-таки можем реализовывать свои образовательные задачи, чтобы детям было интересно, а нам их в то же время с пользой. И эта мозаика абсолютно безопасна. Ее можно предлагать малышам, начиная даже с 3-х лет. Детали, самоклеящаяся мозаика. И здесь вы не найдете привычного поля с дырочками. Детали представляют собой маленькие частички с самоклеящейся бумагой на обороте. Ребенку предстоит отделить их от основы и прикрепить на поле с нанесенным на нем контуром рисунком. Процесс очень захватывает детей. А в его результате получаются очень даже красивые картинки. Магнитная мозаика тоже активно использует в своей профессиональной деятельности. Ее элементы имеют магнитную основу. Легко крепить на металлическом поле, раз за разом создавая разнообразные изображения. И ввиду того, что магнитной является вся задняя поверхность частичек, играть с такой мозаикой очень удобно. Магниты не будут смещаться, выскакивать. И этот вид мозаики лучшим всего подойдет для ребят 4-6 лет. Мозаика азбука. С ее помощью ребенок сможет без труда выучить алфавит, получив при этом множество положительных эмоций. И фрагменты такой мозаики – это буквы, которые нужно составлять между собой так, чтобы получились слова или даже, может быть, целые фразы. Мозаика азбука подходит для детей, конечно же, уже старшего дошкольного возраста. На самом деле очень много разновидностей. Можно долго рассказывать, перечислять. Я позначила лишь отдельные, поэтому пойдем дальше с вами. Мы поговорим о том, как работать. Хорошо? Я думаю, что это будет более актуально. И первая встреча. Мозаичный ассортимент позволяет подобрать варианты на любой запрос. Для самых маленьких игроков нужно, конечно же, выбирать мозаику с самыми большими деталями. Тут все просто. Чем меньше ребенок, тем крупнее мозаика. Отличный вариант – напольная мозаика с крупными деталями в виде грибных шляпок или шестиугольников, как вариант. Детали либо просто выкладываются в произвольном порядке, либо крепятся друг к другу при помощи нехитрой системы пазов. И позвольте ребенку рассмотреть игрушку, поддержать вот эти вот яркие элементы в руках, покажите, как они смотрятся на ровной поверхности, положите рядом несколько деталей, предложите малышу в итоге продолжить ряд. Ребенку постарше от года и более можно предложить мозаику с полем-основой. И для начала таким, в который элементы надеваются на вот эти вот выпуклые соты. А позже уже игрушку с перфорированным полем и деталями-гвоздиками. Попасть таким гвоздиком в небольшое отверстие на самом деле сложная задача для маленьких пальчиков. Дети постарше, ну где-то берем от двух лет, здесь подойдет уже мозаика с элементами на ножке как раз. И для двух-трехлетнего ребенка выбирайте мозаики такого типа, где небольшое количество элементов и цветов. Игры с такой мозаикой способствуют развитию творческого воображения. Хотя, да, конечно же, к набору предлагается обычно буклет с изображениями. Но ребенок-то может собирать из мозаики любые картинки, правильно же? В возрасте двух-трех лет ребенку нравится играть в составную мозаику, пазл. И это разрезанные на небольшое количество, от двух до восьми частей, картинки с изображением разных предметов. Детали у такой мозаики крупные, поэтому ее удобно собирать даже на полу. Изображения на мозаике должны быть, конечно же, понятными ребенку, животные, фрукты, овощи, игрушки. Я очень аккуратно подхожу к этим изображениям, потому что не все красивые, либо цвета тоже не очень, где-то непонятно, кто это изображен. Поэтому тоже здесь обращайте внимание на эти моменты. Некоторые разновидности такой мозаики сделаны из прочного эластичного материала, который способен прилипать к поверхности под воздействием влаги. То есть, например, если родители у нас присутствуют, то можно использовать даже и во время купания. Для детей в возрасте 5-6 лет подойдут более сложные мозаики. Например, магнитная та же мозаика по номерам, которая предполагает составление многоцветных картинок из элементов по номеру, цвету. И в нее входят около тысячи элементов. Так что собирать эту мозаику будет интересно даже взрослым, не только детям. Помимо сборки узоров и картинок, можно использовать мозаику и в качестве вспомогательного материала. Для обучения математике, например. Считая элементы или предлагая ребенку дать определенное количество фишек названного цвета. Развитие внимания здесь тоже. Когда просим ребенка выложить узор, предлагаем ребенку его запомнить, а потом, как вариант, меняем форму, либо цвет фишек. Можно встретить в форме мозаик набора цифр и букв, которые помогут старшим уже дошкольникам в игровой форме освоить азы счета, буквы алфавита. Фишки, которые выполнены в форме букв и цифр, позволяют составлять слова, слоги, записывать на игровом поле примеры. А ребятам постарше составлять на поле целые даже кроссворды. И здесь важный момент. Не забывайте соблюдать технику безопасности во время детских игр с мелкими предметами. И каковы же этапы реализации данной технологии? Первый этап – это организация игровой деятельности без игрового поля. Второй этап – сначала перечислю, потом расскажу. Второй этап – это организация игровой деятельности с игровым полем. И третий этап – это использование игр с мозаикой в ходе совместной деятельности взрослого и детей. На первом этапе реализации технологии проводится работа с деталями мозаики без использования игрового поля. Это дает детям возможность познакомиться с разнообразием цветов, размеров, форм деталей. На этом этапе детей учат брать в руку только одну деталь мозаики и держать ее правильно, то есть за шляпку. В игровой деятельности детали мозаики предлагается использовать как предметы-заместители. Например, дети как конфетами угощают ими кукол, перевозят как груз на машине и так далее. Затем уже предлагаются игры на сортировку деталей по цвету, по величине, по количеству. Самый простой и безопасный является крупная мозаика, детали которой представляют собой шестигранники, напоминающие соты. А игровое поле – пластина без отверстий, где вот эти выпуклые части. Детали такой мозаики просто накладываются сверху на выпуклые формы игрового поля, а крепления больше всего соответствуют уровню развития ловкости пальцев маленького ребенка. Для игр с детьми старше трех лет используется так называемая классическая мозаика, детали которой состоят из ножки и шляпки. Второй этап реализации игровой технологии представляет собой знакомство детей с пространством игрового поля, которое происходит в определенной последовательности и сопровождается созданием игровой ситуации. Как вариант, например, одиночное выкладывание, то есть произвольно по всему полю. И здесь можно в качестве игровой ситуации использовать «идет дождь». Предлагаем ребенку показать, как идет дождь. Либо выкладывание вплотную друг к другу без просвета. И здесь можно предложить игровую ситуацию «глужится, плавает уточка». Выкладывание вплотную друг к другу по горизонтали, например, идем, либо по вертикали. И здесь можно предложить игровую ситуацию «травка» или «цветочек». Выкладывание по вертикали или горизонтали требует тщательного подбора игрового поля, так как не любые его варианты позволяют расположить детали рядом друг с другом без просвета, строго при этом соблюдая ровную линию. Кроме того, при первом выкладывании таких линий необходимо располагать детали мозаики строго по краю игрового поля. Выкладывание замкнутой линии по кругу, полукругу, например, овалу, непринципиально. И здесь можно предложить игровую ситуацию, например, «выглянуло солнышко». Далее детям предлагается выкладывание простых узоров из чередующихся деталей. Практика показывает, что только к 3,5-4 годам дети могут придумать и выложить свои собственные узоры. Поэтому, работая с детьми более раннего возраста, целесообразно сначала показать детям вариант выкладывания уже готового узора и предложить его повторить. На третьем этапе реализации технологии игры игры с мозаикой активно используются в ходе совместной деятельности взрослого с детьми, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободной деятельности. При этом можно использовать не только детали мозаики, но и другие материалы, например, камешки, бусинки, разноцветные шнурки, кусочки ткани и тому подобное. Работа с мозаикой может быть использована в рамках конкретной тематики. И какие можно предложить игры с мозаикой для самых маленьких деток. Например, игра «Букетик для мамы». На полянке растут красивые цветочки, желтые, красные, синие. В случайном порядке расставлены детали мозаики. И давай соберем красивый яркий букет. Малышу нужно вытащить детальки и сложить их в мисочку. Вытаскивают и складывают в мисочку. Можно положить несколько разноцветных мисочек или листов, например, цветного картона. Тогда задача уже будет усложняться. Ведь надо не просто вытащить непослушные элементы, но еще и сообразить, как их рассортировать по цвету. Аналогично можно собрать морковку для зайчика или малинку для мершутки. Такое задание будет укреплять детские пальчики и будет обогащать багаж знанием ребенка. Ну, если в рамках данной темы, то по лексической теме животные. Птичий двор игра. Здесь можно посадить перед полем для мозаики игрушечных птенчиков. Можно вырезать даже картонные картинки. Объясните ребенку, что за птичками надо ухаживать. Их надо кормить зерном. И пусть малыш в произвольном порядке ставит детали мозаики в отверстие. По необходимости, конечно же, мы помогаем карапузам справиться с этим. Пока еще, конечно же, сложно для него задание. Игра равнения на маму. Мама, например, уточка собралась свести своих малышей на пруд купаться. И нужно помочь ей собрать утят в ряд. Предлагается поставить на доску игрушечную уточку, ну, либо картинку. А малыш должен позади нее редком выстроить желтых утят. Ну, утята, понятно, конечно, в кавычках имеются в виду детали мозаики. Обратите внимание, что в этом задании от малыша требуется не просто вставить детали в отверстие поля, но соблюсти определенный порядок. Следующая игра. Дорожки. Здесь поставьте друг напротив друга две игрушки. Расскажите ребенку историю о том, как зайчик собрался в гости к Мишутке, но заблудился в лесу и потерял дорогу. А ну-ка, малыш, помоги зверяткам встретиться. Делай для зайчика новую дорожку. Ребенок в возрасте от года до полутора лет достаточно сложно выложить детали крупной мозаики в относительно ровный ряд. Деткам постарше можно уже, конечно, поставить задачу посложнее. Сделать дорожку определенного цвета. Например, зеленую тропинку или голубой мостик через речку. Игра. У природы нет плохой погоды. Приготовьте здесь две картонные заготовки. Желтое солнышко или голубое облачко. Посмотрите с малышом за окно, в окно посмотрите. Ну, мы вроде бы не в детском саду, чтобы картинки раскладывать хорошо. Вроде бы взрослые люди. Поэтому, что именно конкретно нужно было. Не все родители разрешают выкладывать фотографии, если вы это имеете в виду. Поэтому фотографии есть, но тех детей, родители которых согласились на это. И поэтому, естественно, это все будет еще. Вебинар наш не закончен. Следующая игра. О чем закончила. А, у природы нет плохой погоды. Итак, выбираем две заготовки. Подготовлены две заготовки. Желтое солнышко, голубое облачко. Смотрим с детками в окно. Какая сегодня погода. В солнечный день установите над полем для мозаики солнышко. А малыш, пусть из желтых деталей мозаики, сделает солнечные лучики. Если на дворе дождик или снег, то из облачка тучки будут идти голубые осадки. Следующая игра для детей двух-трех лет. Элементы мозаики можно сортировать по цвету, наводя порядок в коробке для их хранения. К двум годам крупным элементам... Вебинар у нас до 14.00. Элементы мозаики можно сортировать по цвету, наводя порядок в коробке для их хранения. К двум годам крупным элементам мозаики добавляются более мелкие. Можно сделать трафарет геометрических фигур. Трафарет размещается на поле для мозаики и заполняется элементами того или другого цвета. Такие игры в запоминании цвета помогают, в запоминании формы предмета. Элементами мозаики можно выделить углы и фигуры, посчитать их количество. Для игры понадобятся основные цвета. Красный, зеленый, желтый, синий. Некрупные фигурки животных. Первая игра. Предложите ребенку сходить на полянку за цветами. Показываем рабочее поле, на котором выложены цветы без серединки. Показываем на цветок, называем его цвет. Просим ребенка повторить. Если малыш еще не говорит, то проговариваем. Это красный цветок. Покажи, где красный цветок. Затем предлагаем найти для него деталь. Серединку, например, красного цвета. Такую же. Тоже с остальными цветами проделываем. Вторая игра. На рабочем поле выложены только... Уважаемые участники, предполагалось, что вебинар... Сейчас отвечу на ваши вопросы. Предполагалось, что вебинар ориентирован на взрослую категорию населения. Картинки, может быть, и нужны где-то, они выложены, они есть. Но лично мое было мнение, к сожалению, может быть, оно не совпадает с вами, что важнее будет информация, информационная составляющая вебинара, нежели картинки. По поводу... Еще раз уточняю фотографии детей. Те родители, которые дали разрешение на выкладку фотографии, они есть. Они будут еще... Вебинар не закончился. Не все родители готовы, чтобы фотографии их детей выкладывались по всеобщим доступом. Поэтому вопрос, для чего мы пришли. Посмотреть картинки, либо каким-то образом. Схему упражнений тоже выложила в чат... Не в чат, а ссылка для того и есть. Чтобы времени не очень много, и хочется очень много чего рассказать, схему я специально выложила в дополнительный материал для скачивания. Чтобы мы с вами не тратили время на это. Я могу показывать картинки, но вопрос в том, что сколько мы успеем с вами поработать тогда. Тут другой момент. Поэтому кому что, конечно, интересно. Что дальше? Игра, например, что не так? На рабочем поле выложены цветы серединкой одного цвета. Один из лепестков цветка другого цвета. Например, посмотри, что не так. Вместе с ребенком проговариваем, какого цвета цветок, какого цвета серединка. Замечаем, что один из лепестков другого цвета. Его нужно заменить на лепесток правильного цвета. Игра, например, в серединке цветков помещаем в непрозрачный мешок. На поле выложены цветы без серединки. Ребенок из мешочка достает одну деталь. Называет цвет или проговаривает вместе с взрослым. И ставит в серединку цветка такого же цвета. Игру можно усложнить, добавив в мешочек детали цветов, не присутствующие на рабочем поле. Если ребенок сам определит, что такого цветка, например, на поле нет, то можно предложить выложить такой цветок. Ну вот тоже как вариант. Такое. 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 Вот сейчас к этому туда вернусь, пока что вы посмотрели. Например, дети трех-четырех лет уже могут выкладывать из мозаики картинку, работая по образцу. Образцы картинок будут доступны, опять же, по ссылке. Пройдите, скачайте. Ссылка с периодичностью выкладывается в чат. После работы по образцу, примерно в 4-5 лет, наступает этап собирания картинок, используя фантазию. С 4-6 лет можно попробовать увлечь ребенка магнитной мозаикой. Эта мозаика будет разнообразна по цветовой гамме и содержит элементы разных геометрических фигур. Рисуем с помощью мозаики. Малышам можно предложить с помощью мозаики создавать простые предметы или формы. Дети постарше могут выкладывать довольно сложные рисунки, опираясь на схемы или используя собственное воображение. Производитель дает целый буклет с разнообразными схемами разного уровня сложности. Если для ребенка сложно выкладывать рисунки по примерам из книжки, то вы можете цветными точками обозначить, например, фигуру и предложить ребенку просто подобрать квадраты или прямоугольники нужных цветов, поместить их на ваши точки. Так ребенок поймет, что из отдельных фрагментов можно сложить целый рисунок. И дайте малышу пофантазировать, и на рисунке появятся цветы, облачка, деревья, домики и так далее. Учимся считать и сравнивать. Предложите ребенку выстраивать домики определенной высоты. Можно просто по порядку, а можно взять игровой кубик, бросать его, выкладывать домик из стольких, например, этажей, сколько выпало на кубике. Составляем последовательность и продолжаем логические цепочки. Вы составляете последовательность из деталей, а ребенку предлагаете повторить эту же последовательность. Либо, составляя последовательность, можно предложить продолжить ряд или заполнить ненастоящим элементом пустое место. Учимся сравнивать. Составьте, ну как пример здесь представлен, конечно, составьте два рисунка и предложите найти отличия. Что пропало? Тренировка памяти внимания. Разместите на доске несколько элементов просто так или сложив их в какой-то рисунок. Предложите ребенку посмотреть на рисунок, запомнить его, а затем уберите или несколько элементов спросите, что пропало или что изменилось. С целью обогащения словарного запаса игры с мозаикой можно организовывать согласно определенной теме. Например, подари котику нос, рот и цель этой игры развитие координации движения пальцев ведущей руки, развитие способности запоминать расположение объектов на образце, располагать их на наборном полотне. Котик умывается, собирается носик, ротик, ухо. Закрепление лексической темы части тела. Нам понадобится мозаика, наборное полотно и образец для выкладывания. Выкладываем на полотне мордочку кота без носа или рта. Поставьте перед ребенком мисочку с мозаикой, попросите внимательно посмотреть на мордочку и сказать, что на ней, чего на ней нет. Например, нос или рта. Предложите ребенку выложить недостающие части из мозаики. После того, как он выполнит работу, можно прочитать стихотворение. Как вариант, котик лапкой умывается, видно, в гости собирается. Вымыл носик, вымыл ротик, вымыл ухо, вытер сухо. Усложненное может быть здесь задание. Например, ребенок выкладывает картинки по образцу. Ребенок самостоятельно выкладывает круглую мордочку кота. На мордочке выкладывает глаза, рот, нос. Спросите ребенка, для чего нужны глаза. Для чего нужен рот. Для чего нужен нос. И так далее. Игра «Моя семья». И здесь мы закрепляем лексическую тему «Дом, семья». Понадобится полотно для выкладывания фигурки, которые изображают всех членов семьи. Дедушку, бабушку, папу, маму, дочку, сына. Без рук или ног. И предложите ребенку выложить из мозаики то, что забыл нарисовать художник. Руки, ноги. Прочитайте небольшое стихотворение. Тоже, как вариант, можете, конечно, использовать свои какие-то стихотворения. Это деда, это баба, это папа, это мама, это я и игрушечка моя. По желанию ребенка можно поместить на полотно его братик или сестричку. И в качестве усложнения выкладывают дети ручки, выкладывают ручки-ножки. В обоих случаях можно и ручки, и ножки одновременно. Тогда ребенок отвечает на вопрос. Еще, какого цвета ручки, какого цвета ножки ты выложил и так далее. Еще, например, игра «Шьем одежду для мишки». Здесь закрепление лексической темы одежды. В качестве оснащения нам понадобится изображение мишки, кукольная кофта, штаны, наборное полотно, мозаика. Рассмотрите с ребенком кофту, выделите в ней детали, рукава, спинка, застежка. Предложите ребенку сшить, в кавычках, конечно же, сшить, для мишки штанишки и рубашку. И прочитаем, думаю, всем знакомое стихотворение. Я рубашку сшила мишки, я сошью ему штанишки, надо к ним карман пришить и конфетку положить. В качестве усложнения предлагается выложить второй рукав по аналогии. Выкладывать два рукава к рубашке, выложенной взрослым. Выкладываем всю рубашку самостоятельно, и здесь в три года. Следующие у нас с вами – это игры с мозаикой, которые направлены на развитие логики математических представлений. И мозаику очень удобно использовать для знакомства ребенка с такими важными понятиями, как цвет, форма, число, сложение, вычитание, сравнение, классификация. Занятия должны усложняться по мере взросления ребенка. Для малышей двух-трех лет хороший результат – воспроизвести узор по образцу. Выложите ряд, который ребенок должен повторить. После того, как карапуз справится с заданием, обсудите с ним, сколько деталей в ряду, какого они цвета. Используйте такие слова, как следующий, предыдущий, правее, справа, левее, слева. Ребенку 5-6 лет предложите выполнять ваши словесные команды. В пятом слева столбце игрового поля выложен вертикальный ряд из пяти синих деталей. Слева от синего ряда выложи зеленый ряд. Он должен быть на одну деталь больше, чем синий. Или справа от синего ряда выложи красный. Он должен быть на одну деталь меньше, чем зеленый. Слева от зеленого ряда выложи ряд, в котором чередуются красные и синие детальки. Он должен быть на одну деталь меньше, чем красный ряд. Или справа от красного ряда выложи ряд, в котором чередуются зеленые и синие детальки. И он должен быть на одну деталь больше, чем крайний левый ряд. Игра тоже всем известная. Четвертый лишний. И возраст детей здесь для этой игры 5-7 лет. Старший дошкольный возраст. Учим определять лишнюю фишку, ориентироваться на наличие или отсутствие общего признака. Цвета, формы, размера, высоты. Ребенок выкладывает на поле 4 фишки. Правый верхний угол, правый нижний угол и так далее. Три из которых имеют общее свойство. А четвертый отличается. И задача найти лишнюю фишку, объяснить, почему она лишняя, чем она отличается от остальных. И уровни сложности. Низкий уровень, то 3 фишки одного цвета, одна другого. Либо 3 большие, одна маленькая, либо 3 низкие, одна высокая. И высокий уровень сложности, когда все 4 фишки разные. И каждая может быть лишней по какому-то своему признаку. Игра продолжает. И здесь возраст детей 5-7 лет. Учим детей определять закономерность, следование, чередование, развитие внимания. Умение анализировать и сравнивать фишки. Дети на слух выкладывают фишки друг за другом. Устанавливают закономерность следования, чередование. Задача продолжить цепочку до поля, до конца поля. И здесь уровни сложности тоже их несколько. Например, простой. Изменяется или чередуется одно-два свойства. Сложно, когда изменяется или чередуется более двух свойств. И вариант работы детей можно еще даже объединить в одну работу. Игра засели жильцов. И возраст тоже. Здесь у нас с вами будет 5-7 лет. Учим подбирать недостающую фигуру. Обосновывая свой выбор. Цель также развития внимания. Умение анализировать и сравнивать фишки. Дети на слух выкладывают фишки друг за другом. Заселяя жильцов на этажи. На одном из этажей не заселена одна комната. И задача определить, какого жильца не хватает. Тоже несколько уровней сложности. Первый простой. Жильцы на этажах отличаются только по одному признаку. Цвет выбираем форме, размеру, высоте. И сложный вариант. Это жильцы на этажах отличаются по нескольким признакам. Цвету и форме, например. Либо цвету, форме и размеру. И тому подобное. Еще одна тоже очень интересная игра. Детям тоже очень нравится. Называется «Зеркало». Для детей старшего дошкольного возраста. Здесь знакомство с симметрией, развитие внимания, умение анализировать, сравнивать фишки и их расположение на плоскости. Нам понадобится здесь два поля разного цвета. На одну половину поля дети выкладывают узор, фигуру и так далее из фишек. Эти фигуры смотрят в зеркало, получается, и видят свое отражение на второй половине поля. И задача на второй половине поля построить отражение вот этой фигуры с помощью настоящего зеркала. Ребенок в итоге потом может проверить правильность своего решения. Окажется ли за зеркалом то же самое, что мы видим в зеркале. И можно организовать работу в парах даже. Дети по очереди задают друг для друга узор задания. Тоже несколько уровней сложности. Здесь может быть простой уровень, когда в зеркало смотрят простые фигуры, состоящие из одной-двух фишек. И сложно, когда в зеркало смотрят сложные фигуры, узоры, которые состоят из нескольких фишек. Ребенка можно сделать и творчески развитым. Развить у него умственные способности, речь. Дошкольное детство является сенситивным периодом развития ребенка, когда можно максимально развить все качества ребенка, познавательные, творческие, эстетические стороны. И в этом воспитанникам могут помочь нетрадиционные методики из-за деятельности. Мозаичные картины – это картины, которые составлены из цветных квадратиков, особого тепла, особого стекла, смальта, из других иногда очень ценных материалов. Работа по составлению мозаичных картин проводится в несколько этапов. Это зависит от возраста детей. Младшие дошкольники выкладывают по эскизу на готовой основе кусочки пластика. Средняя группа – дети рисуют несложные эскизы на пластилине при помощи стеки. Выкладывают по эскизу кусочки пластика, квадратные и треугольные формы. Старшая группа наносит на основу слой примерно где-то 0,3 сантиметра разогретого в горячей воде пластилина. Заглаживают поверхность, рисуют на том же пластилине с помощью стеки эскиз, выкладывают по эскизу кусочки пластилина. Тематика мозаичных работ самая разнообразная. От портретов до сложных пейзажев, натюрмортов, от вкладывания своего имени до декоративных панно с замысловатыми узорами и украшения объемных форм – ваз, тарелок и так далее. Ввиду длительности подготовки к занятиям по составлению мозаичных картин рекомендуется проводить занятия в младшей группе не реже одного раза в два месяца. В средней группе одно занятие в месяц, а в старшей группе два или три занятия в месяц, так как на одном занятии дети не успевают пройти все этапы работы. Для поддержания интереса детей к выкладыванию мозаичных картин рекомендуется сопровождать упражнениям и сложным сюжетом, создавать игровую мотивацию. В зависимости от размера мозаики, темы и возраста детей работы могут быть как индивидуальными, а могут быть и коллективными. Лучше проводить, конечно, их во второй половине дня, по подгруппам. Большие панно выполняются в течение нескольких занятий. Ну вот, например, младшая группа. Берем серию занятий по стихотворениям Агнии Барто. Самолет, флажок, грузовик. Занятие флажок. Грузовик проводится аналогично занятию самолет. Вот про самолет расскажу. Воспитатель проговаривает стихотворение. Самолет построим сами. Не буду, знаете, прекрасно. И предлагает ребятам посмотреть на самолет. Злой волшебник Черномор заколдовал и небо, и самолет так, что они стали почти невидимыми. Как же мы полетим? Ну там раздается звук, например, стук. Здесь можно как записать? Можно предложить младшему воспитателю помочь. Раздается стук, появляется фея. Можно взять игрушку, кстати. И фея проговаривает, что здравствуйте, ребята. Я знаю, как вам справиться с проделками Черномора. В этом вам помогут мои верные друзья. Пластиковые квадратики. Выложите синее небо и самолет того цвета, какой вам нравится. И дети начинают выкладывать мозаику. В процессе выполнения воспитатель подходит к каждому ребенку, проверяет, правильно ли он выкладывает рисунок, помогает при необходимости, обязательно хвалит за трудолюбие. И после окончания работы все картины выставляются, скажем так, в общее небо. Ну и по тому же принципу можно пройтись по различным группам. Включаем сюжет какой-нибудь сказочный. Здесь уже как вам будет, как у вас с фантазией будет. И, уважаемые участники, вариантов использования мозаики в развивающей деятельности педагога на самом деле очень много. Я предложила вам всего лишь их часть. Очень много хочется чего рассказать, но на самом деле, поскольку мы ограничены с вами в рамках времени, поэтому лишь часть смогла озвучить. Для того, чтобы мозаика не была для ребенка простым манипулированием с деталями, превратилась в действительно увлекательную, полезную игру, сопровождающим взрослым, необходимо строить педагогическую деятельность, соблюдая правила реализации игровой технологии. И итог не заставит себя ждать. Свободно ориентируйтесь в теме, в цвете, в пространстве. Ребенок. Еще, да, актуально. Еще игры. Игр очень много, которые я использую в своей профессиональной деятельности. Если интересно, то тогда тоже как-нибудь включим в наши вебинары. И ориентируйтесь в цвете, в пространстве. Ребенок легко может самостоятельно выложить рисунок не только по образцу, но и создать свой собственный. Поэтому желаю вам успехов. Надеюсь очень, что наш сегодняшний вебинар был полезен. Вы почерпнули для себя что-то новое, может быть, актуализировали знания. Спасибо огромное вам за отзывы. Очень приятно читать, радостно, что полезно было. Была рада вашему присутствию. Ждем вас на наших вебинарах. Всего доброго. До свидания.